Человеческая форма движения материи. Я разработал человеческую форму движения материи как объект нового мировоззрения человечества. Если просмотреть по историческим развитию человечества, то мы можем видеть на графике, показанном здесь, что в 1812 году Гегель открыл три формы движения материи. В 1886 году Энгельс добавил к этим трем четвертую форму движения материи. В 1960 году Кедров добавил еще социальную форму движения материи. Все формы движения материи в марксизме показаны вот в этой таблице. Это механическая, физическая, химическая, биологическая и социальная. Вообще форма движения материи и их количество показывают сложность восприятия человеком всех отношений в природе. Чем больше форм движения материи, тем разнообразнее и качественнее взаимодействие человека с природой. Например, если рассмотреть форму движения материи, которую использовал Гегель, это были механическая, химическая и организменная форма движения, или биологическая. То в этом мировоззрении представление о человеке было на уровне биологического объекта. Если рассмотрим добавление марксизма, который произвел Кедров, то он ввел социальную форму движения материи, которая дала развитие социализма очень большими шагами. В 2014 году я предложил новые формы движения материи. Это человеческая форма движения материи. И еще одна – это информационная форма движения материи. Общее соотношение форм движения материи изложено в книге «Социал». Вот такая книжечка «Социал», которая есть. В ней изложены на 2006 год все формы движения материи. На данный момент человечество встает перед выбором. Или человечеству надо отказаться от марксизма. Но для того, чтобы отказаться от марксизма, надо точно знать, в какую сторону двигаться. Западная наука начинает нас двигать в сторону гигилизма, где человек предстает как животное, а общество является управляемым стадом. Вам предлагается рассмотреть человеческую форму движения материи, которая более сложна, чем марксизм. И она определяет теорию общественного знания. То есть это идеология творческого класса. В чем же происходит развитие? За последние 54 года мы видим, что социальная форма движения материи, предлагаемая марксизме только как человеческая, она намного сложнее. И если просто сделать определение, то социальная – это просто общественная форма. Она характерна не только для человека. Любое стадо, стая, они тоже развиваются под действием законов социальной формы движения материи. В теории знания, по сравнению с марксизмом, сделано открытие в том, что прибавочный труд, М, который называется, это труд творцов, а именно творцов предыдущих поколений. Таким образом, социальная форма движения материи распадается на две – на социальную и человеческую. Отличие от марксизма в теории знания заключается в том, что трудится все живое. То есть, все живое создает необходимый для существования продукт. А человеческая форма движения характерна тем, что создается прибавочная стоимость этой деятельности. Главным объектом человеческой формы движения материи является государство. А еще точнее, это государственные производственные предприятия. В чем же характерная черта этого объекта государственных производственных предприятий? Во-первых, это высшая форма организации материи, то есть самая сложная. А во-вторых, эта форма движения материи, продукт деятельности, носит всеобщий характер присвоения результатов. Рассмотрим, какие стадии развития государственной производственной собственности. То есть, рассмотрим экономическую фазу развития природы. Во-первых, это появление прибавочной стоимости с появлением человеческой популяции. Здесь представлено, на этой таблице. Второе, накопление прибавочной стоимости в виде частной собственности. Третье, образование государственной общественной собственности. То есть, армия, полиция, которая позволяет наиболее эффективно управлять государством. Четвертое, использование государственной собственности для производства товаров. Четвертая стадия, она и характерна для проявления человеческой формы движения материи. То есть, государственные предприятия производят товары. Пятой стадии, является экономическое превосходство государственной собственности над частной. Ну, проявлением которого является социализм. И шестая стадия, это коммунизм. Ну, когда государственная стоимость уже становится всеобщим явлением. Значит, если мы выделили человеческой формы движения материи прибавочный труд как основной результат деятельности, то должно определить, каким образом этот прибавочный труд перераспределяется в обществе. Общая форма заключается в том, что, к сожалению, на данный момент инструментов измерения прибавочной стоимости пока не разработано. Но есть тенденция, которая позволяет регулировать это все в обществе. И она заключается в том, что совокупный прибавочный продукт делится между предприятиями по какому-то закону. Общая формула показана вот здесь. Формула перераспределения совокупной прибавочной стоимости между предприятиями. Рассмотрим общество знания. В обществе знания знания становится главной производительной силой общества. Если в марсизме главной производительной силой общества является труд рабочего, то в обществе знания главной производительной силой является труд творцов. И в основном, правда, творцов предыдущих поколений. За счет этого и результаты этого труда становятся всеобщими. Здесь показана основная формула перераспределения прибавочной стоимости, характерная для общества знания. Наше развитие человечества идет в экономику знания. Всем известно. На графике 1 показано процентное соотношение совокупного объема поступлений от продажи лицензий в отношении к мировому ВВП. Здесь мы видим, какой резкий скачок. Если в 1985 году там меньше одной десятой доли составляла продажа лицензий, то к 2010 году продажа лицензий составляла 35% от мирового валового внешнего продукта. Это очень большая величина. Как бы даже и не совсем верится в эту статистику. Но здесь важно, что происходят темпы внедрения знания нашего общества очень высокие. Если всеобщий закон мы сейчас рассмотрели, это вот эта вот формула всеобщего закона, то для государства с частной формой экономического присвоения все равно прибавочная стоимость, она в любом случае создается. И способы перераспределения этой прибавочной стоимости можно показать в виде таблицы типы базисного закона политической экономии. Самым характерным является капиталистическая форма. Это в этой общественно-экономической формации главный критерий богатства является количество капитала. И формула, по которой происходит перераспределение всей прибавочной стоимости внутри общества, это формула закона средней нормы прибыли. То есть равная прибыль на равный капитал. По аналогии с этим можно сказать и про рабовладельческую, общественно-экономическую, и про феодальную. Даже можно сказать про пролетарский, то есть марсистский теорию развития. Здесь тоже труд рабочим является источником богатства, но проблема в том, что прибавочной стоимости в пролетарском социализме не может быть, потому что там нет эксплуатации. В пятом ряду мы видим социализм экономический, знаниевый, где критерием богатства является труд творцов. А закон развития можно сравнить с законом развития капиталистической экономики. Если в капиталистической здесь знак деления, то в теории знания здесь знак умножения. Это показывает антагонизм изменения отношений. Этот закон проявляется тогда, когда мы начинаем внедрять знания в общественное производство. А проблема в том, что чем больше знаний, тем меньше затраты на производство. А если мы действуем по капиталистическому закону, то чем меньше затраты на производство, тем меньше должна быть прибавочная стоимость. То есть внедрение знаний при капитализме экономически невыгодно. А знак плюс умножить, он меняет отношения на обратные для социализма экономического. Здесь показана общая система форм движения материи по теории общего знания. Здесь расписаны все виды форм движения материи. Способу передачи знаний, который является определяющим для этой теории. Дано определение науки. Дан начальный элемент и дан конечный элемент. К сожалению, в марксизме есть одна очень существенная проблема, которая связана, например, с определением физики в марксизме. Не дано. А большинство занимается из вас физикой, а не зная фундаментального определения физики, очень сложно выйти на фундаментальные законы. Причем гениальное определение химии дал Энгельс. Это химия, это физика атомов. А вот определение физики Энгельс не дал, и марксисты, к сожалению, обходятся без этого определения. На этой таблице показаны все формы движения материи. Механическая, физическая, информационная, биологическая, зоологическая, социальная и человеческая. Здесь показано, что социальной формой движения конечным элементом развития социальной является стадо, то есть вершиной развития. А началом человеческой формы движения является стадо, но конечным развитием является государство. Какие же мы сделаем выводы? Перед человечеством неизбежно встает выбор марксизм или теория знаний. В данном докладе были показаны типы человеческой формы движения материи. Разработано, показано, что все формы движения материи выстраиваются в определенную систему и по многим критериям. Показаны базисные законы политической экономии для различных политических, общественно-экономических формаций. Показано, что знания неизбежно становятся главной общественной силой развития общества. и человечество должно все-таки понять, что социальная форма движения неизбежно разовьется в две отдельные формы, в социальную и человеческую форму движения материи. Таким образом, человеческая форма движения неизбежно станет источником развития всего человечества. Все, доклад закончен. Как известно, сейчас идут дискуссии многочисленные по поводу того, что устарел марксизм, не устарел марксизм. Значит, некоторые положения обсуждаются, ну, с моей точки зрения, совершенно бесплодно. Ну, например, как ваша точка зрения по поводу сохранения государства, потому что марксизм утверждает, что уже при социализме государство отомрет, а про коммунизм и про него никто и не вспомнит. Вот это первый вопрос. Но у меня несколько вопросов. Что такое государство? Ну, я не буду определять сейчас эти определения. Я отвечу на ваш вопрос. А государство при социализме будет существовать? При коммунизме отомрет, при социализме вы никуда не денетесь. Как бы, ваше, как говорил Ленин, социализм победит только в экономической борьбе с капитализмом. А экономическая борьба без государства, ну, невозможно. Вы, так сказать, вот такое мы подумали. Я докладываю, что государство – это система административного управления страной и населением. И она не отомрет никогда. И при коммунизме тоже. Второй вопрос такой. Значит, у вас статья на эту тему есть? Статья, вот, то, что вы докладывали. Да. Есть. Отдайте ему шпаргалку. Я жду вашу статью для публикации. Будьте добры, следующий вопрос. Страницу можно вернуться? Отличительное определение понятия физика. Я считаю, если марксизм не сумел дать, это недостаток марксизма. И поэтому об этом и говорить не будем. А вы сумеете дать? Вы сумеете дать? Я сумею все. Значит, спасибо за аплодисменты. А теперь я объясню, в чем дело. Дело в том, что я серьезно занимаюсь философией, и у меня очень много собственных дефиниций. В частности, извините, отвлекаюсь, потому что вы это все поняли. В частности, определение понятия шутка. Возьмите словарь любой толковый. Чего? Какого понятия? Шутка. Пошутил. Шутка. Давайте по теме и докладываем. Я сейчас, извините, это посмеялись. Будьте добры, давайте на круглый стол оставим. Так вот, шутка – это результат конъюнкции чувства юмора с чувством меры. В словаре в любом написано гораздо хуже. Уже и непонятнее. Так вот, значит, второй вопрос. Прибавочная стоимость при социализме, вы сказали, что отсутствует, потому что отсутствует эксплуатация. Прибавочная стоимость, насколько я помню. Как раз вот видите, закон развития прибавочной стоимости. Пролетарские. А, при пролетарском отсутствует, да. Ну вот мы это имеем. Да, да, да. Так вот, я хочу сказать, что прибавочная стоимость, она подразумевает прибавочный труд. То есть тот труд, который добавился для того, чтобы изменить товар. Понятно, да? Вот так всегда понималось это дело. И Маркс также понимал. Это не эксплуатация. Там и эксплуатация. Согласно теории марксизма, источником прибавочного труда является что? Прибавочная стоимость. Эксплуатация. И эксплуатация. И эксплуатация. Только эксплуатация труда. А тогда нет прибавочной стоимости. А при социализме... Ну дайте я скажу, вы сказали, дайте я скажу. При социализме эксплуатация, как явление, изживается. Поэтому нет эксплуатации, нет и прибавочной стоимости. То есть нет прибавочной стоимости. У нас 5 минут на вопросы. Извините, марксизма нет при социализме прибавочной стоимости. Зачем мы работаем? За что мы деньги получаем? Извините, мы отошли от марксизма. Следующий вопрос. Вопрос на пятую строку. Начинаете говорить о движении. Определение движения. Есть? Нормальное. Полное определение движения. Да нету такого определения. Есть определение. Извинение вообще. Второе. Начинаете говорить о материи. Тоже нет определения. Как нет определения? Нет определения материи у вас нет. Слушай, не занимайся ерундой. И третье. Не государство, а общество. Общество заключает общественный договор, в котором предусмотрено, что для соблюдения всеми членами общества условий этого общественного договора, надо создать орган под названием государство. В чем вопрос? Вопрос должен был задать. Вопрос есть? Здесь я вопрос заду про определение материи, про определение... Понятно. Спасибо. Следующий вопрос. У вас его нет. Будьте добры. Следующий вопрос. А что такое определение? Вы не можете сказать... Подождите, сейчас вот... Одну минуточку. Время. Вопрос. Вот когда вы будете на тренировке начать это. Вот будете давать. Да. Да. Мы слушаем вопрос. Вы можете сказать, утверждать, что прибавочной стоимостью при пролетарском, так сказать, бюрократическом капитализме, социализме капитализме, прибавочной стоимостью является отгребание пирамиды вертикали партийно-советской власти того дополнительного труда, продукта, который производят работники в форме пониженной цены товаров и услуг, которые получают эти функционеры через спецраспределители. И бесплатные, и в санатории, и всякие прочие... Все будет. Вы можете решать коротко свою мысль? Нет, я не могу сказать... В марксистской теории этого нет. Это сейчас придумано... Это бюрократический сексуализм. Это придумано, что у вас... Вопрос очень интересный. Есть предложение на круглый стол вынести. Следующий вопрос. Будьте добры. Знакомы ли вы с концепцией общественной безопасности? Да. Так. Все? Вопросы? Спасибо. Еще вопросы? Последний можно хотя бы один? Да, да, да. А можно вернуть обратно самое? На какую страницу? Там где с нулем. Страница номер не подскажете? Здесь, знаете, у вас какой парадокс получается? Ну, первое, естественно, прибавочная стоимость при марксизме есть, надо лучше марксизм знать. Второе. Если вы... При марксизме или при социализме? При социализме, конечно. Откуда? У вас получается парадокс. Я закончу вопрос соответственно. У вас тогда получается, что в знаменемом уровне у вас снова возникает эксплуатация. Это как? Ну, потому что она там у вас появляется снова. В теории социализма, экономического, прибавочная стоимость создается трудом прошлых поколений, в основном. Прошлых поколений. Мы пользуемся знаниями прошлых поколений. Нет, конечно. Это определение абсолютно пустое. Нет, я ничего не определяю, я вам просто говорю, как изложено в теории. Это, в принципе.